Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот, друзья, как-то митрополит Антоний Суржский в своей проповеди сравнил пост со временем весны, именно Великий пост. Это время, говорит, когда отпадают старые листья, пожухшие, уже мертвые, и когда обрезают старые ветки, которые уже иссохли, и которые мешают появиться чему-то новому, новым росткам, обновиться тому дереву или тому растению, которое живет в этом мире. И это очень важно для каждого из нас. Это время, когда мы можем немного остановиться, подумать, а что в своей жизни мы сделали доброго. Или наоборот, подумать, что оставить злое, то, что нас разрушает и не дает нам по-настоящему стать живыми, по-настоящему чувствовать этот мир, эту весну. Да, представьте себе, даже в таком непростом нашем мире чувствовать весну очень важно. Ведь мы живые люди. Мы можем делиться этими чувствами с другими и помогать им выдерживать все испытания их жизни. И это так очень важно. И постовые недели об этом каждому из нас говорят. Вот сейчас будет торжество православия. Что для меня иконы? А потом неделя о молчании. Что для меня молчание? И так важно прикасаться к опыту святых, прикасаться к тому, что нам говорит сам пост, эти темы поста. Умею или я молчать, умею или я слушать? Или я все время говорю сам себе? И это уничтожает мою какую-то часть жизни, очень важную для меня самого. Еще пост – это время, когда мы уподобляемся тем первым людям, Адаму и Еве. Помните, они в том самом Эдемском саду не ели ничего животного. Там была атмосфера доверия. Там животные не боялись нас, и мы не боялись животных. Нет еще предложения, ну, как-то прикоснуться и к тому опыту. Учиться доверию. Рядом с теми, кто нам дам. А других вот нас не будет. Мы все здесь собраны. И приходим домой, и там мы собраны. Мы друг в друга есть. Доверие восстановить очень сложно, трудно. Потому что придется видеть в себе какие-то изъяны и понимать, что надо дать возможность и другому быть таким, какой он есть. Надо дать возможность другому ошибаться и прощать его. потому что я сам ошибаюсь. Я сам несовершенен. Но я люблю того, кто рядом со мной, несмотря ни на что. Об этом очень часто говорил в своих каких-то словах преподобный Силон Афонский. Он говорил о том, что надо научиться любить врагов даже. Иначе как? Иначе невозможно. Это сложно, и никто от нас этого, наверное, не требует. Но попробовать простить тех, кто рядом с нами, очень важно. Проходя путь покаяния изо дня в день, прикасаясь к опыту церкви, прикасаясь к каким-то текстам, прикасаясь к молитве, прикасаясь к Писанию. Давайте так настраиваться, потому что впереди Пасха, а ее надо встретить с открытым сердцем. Сейчас наша с вами работа, эти 40, даже 50 дней, мы с вами давайте постараемся, а потом будет праздник Воскресения, праздник праздников. И пусть мы встретим Его в мае по-настоящему с открытым сердцем, с радостью, потому что этот пост для нас не пройдет даром. Мы сделаем свой шаг какой-то маленький на навстречу Ему, который придет для того, чтобы всех нас обнять. Давайте об этом не забывать, что за каждой ночью всегда есть рассвет. Аминь.